МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Артиллерийский крейсер Михаил Кутузов, красавец, крейсер, вошел в десятку лучших боевых кораблей 20 века. Я предлагаю вам вступить на травм этого судна. Новороссийская военно-морская база — самое молодое объединение военно-морского флота России на Кавказском побережье Черного моря. В 1997 году Черноморский флот приобрел статус российского. Директивой начальника Генерального штаба вооруженных сил от 1997 года Новороссийский военно-морской район был преобразован в Новороссийскую военно-морскую базу Черноморского флота. Наводку дают. Наводку дают. Ну вот, ну. Удают координаты, они наводят, но он паётся как лад. Орудие на угле заряжения. Вот здесь лампа загорается красная, и они получаются... Огонь! Город Новороссийск очень красив, пропитан духом боевой славы России. Мы сейчас вот на боевом корабле берёт гордость за отчизну, за наш морской флот. Сейчас всё возобновляется. То есть сейчас размах обратной оборонной промышленности просто впечатляет. Новейшие технологии применяются. Но опять же, всё держится на солдате. Подготовка солдат гораздо лучше стала. Наконец-то как переходим на профессиональную основу, да. То есть больше тех людей, которые не по принуждению служат, а по желанию. Даже не вдаваясь в технические характеристики и не беря во внимание боевые действия, вы можете себе представить, как работала эта махина. 1200 человек одновременно, из них 75 командующего состава. Как работал кампус? Три раза в день накормить такое огромное количество людей. Чья только нога не вступала на борт этого корабля? Юрий Алексеевич Гагарин, само собой. Владимир Владимирович Высоцкий. Три месяца, как он тогда говорил, внёс срочную службу на этом корабле для того, чтобы вживаться в образ. Он первые концерты свои давал на палубе этого корабля. Потрясающая история. Обязательно будете в Новороссийске посетить этот корабль. Теле-2 оператор с низким уровнем цен. Поэтому у нас есть возможность постоянно созваниваться со своими родными и пользоваться мобильным интернетом без ограничений. Удобно, что интернет-трафик стоит так же, как дома. 8 километров до паромной переправы. Нам осталось совсем ничего для того, чтобы добраться в Крым. Я вам могу сказать единственное опасение, которое у меня сейчас есть, это полгода. Потому что, во-первых, полнолуние. А в полнолунии местные люди говорят, очень часто бывает шторм. Плюс тот ветер, который сейчас есть, тоже говорит нам о том, что не самая приятная погода для того, чтобы передвигаться по воде. Ну что ж, скрестим пальцы, надеемся на лучшее и путь. Паромная переправа Кавказ-Крым работает в штатном режиме. Счастливого пути, что не может не радовать. На самом деле, все это похоже на большой автомобильный рынок. Наши участники говорят, что это похоже на пропускной пункт в Манчжурию. Вон в тех синих ларечках должны продавать билеты. Как это будет выглядеть, сейчас увидим. Здравствуйте. Четыре человека и автомобиль. 2 тысячи 336. За все, да? Да. Две недели пробега позади. Копилка эмоций и впечатлений уже практически переполнена. Позади Сибирь и Урал, Волгоград и Новороссийск, Сочи и Краснодар. Однако сейчас участники автопробега ждут новые встречи. Возможно, самые волнительные и ожидаемые за все время нашего пробега. Мы едем на Крымскую переправу. Мы едем в Крым. Что и говорить, за кадром довольно часто мы с участниками пробега рассуждали о том, как нас встретит местное население, крымчане. Не скрою, были даже определенного рода опасения. Одно дело смотреть по федеральным каналам красивую картинку, другое дело, ну, сами понимаете. Однако уже на пароме первый диалог на тему присоединения Крыма был явно с позитивным настроем. Положительно и очень доволен, что мы присоединились. Ой, настроение вообще отличное. Очень хорошее. Ну, мои знакомые, во всяком случае, сколько я знаю, все довольны. Я не первый раз передвигаюсь на пароме и могу сказать, что в целом здесь все достаточно хорошо организовано, начиная от мягких кресел, заканчивая питанием. И было такое сомнение, что цены на пароме будут очень высокие. Ничего подобного, смотрите сами. Газировка 50 рублей, бутерброды, ну, 100 рублей. Благополучно перебравшись на полуостров, затратив на это в общей сложности не более двух часов вместе с очередью и погрузкой, мы отправились изучать окрестности Керчи. Наш путь лежит на знаменитой Аджамушкайской каменоломне. 170 суток советские солдаты и офицеры держали оборону. Без еды, без света они защищали свою родную землю. И это, пожалуй, одна из самых драматических историй обороны Керчи. Со второй половины мая до конца октября 42-го часть войск Крымского фронта, общей численностью по разным источникам до 15 тысяч человек, держали здесь оборону против фашистских войск. Без еды и воды, в тяжелейших условиях, под регулярными обстрелами и газовыми атаками советские войска связывали здесь значительную часть военных сил вермахта, сдерживая их наступательный прорыв. В ноябре 43-го район Аджамушкайских каменоломен был освобожден частями 56-й армии. Вот сейчас, находясь здесь, тут понимаешь, что практически полдня можно выжить, но месяца, которые они здесь находились, это нереально, просто нереально в таких условиях выжить. Ощущения, конечно, такие жуткие, потому что холодный камень, отсутствие света, чего-либо живого, камень, камень, холод, страшно. Больше всего, что меня удивило на этой экскурсии, здесь, в этих каменоломнях, это присутствие молодых людей, которые вообще, я смотрю, не с нами, не с экскурсией, а приехали, произвольно смотрят, приятно. Есть у нас патриоты и молодые. Даже танцуют люди, вальс танцуют, музыка играет. Красиво. Люди очень довольны вот этой ситуацией, что они живут теперь в России. Приезжать сюда отдыхать, наверное, так лучше. Хотя бы раз три года. Работать лучше у нас. Партнеры проекта. Компания «Артик Тракс Россия». Расширяй свои границы. Страховая группа «Надежда». Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей. Официальный оператор мобильной связи автопробега, оператор с низким уровнем цен «Теледва». «Теледва» честно дешевле. Редактор субтитров А.Семкин